Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале Системник, и в сегодняшнем видеоролике я расскажу вам, как максимально очистить пространство на диске C. Присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Зачем вообще очищать данный диск? Если выражаться максимально просто, то из-за того, что на диске C установлена ваша операционная система, его захламленность напрямую влияет на производительность устройства. И в особо запущенных случаях, когда диск забит под завязку, помимо того, что сама по себе система будет работать медленнее, еще могут появиться зависания и непредвиденные перезагрузки. Наиболее желательно, чтобы на виртуальном диске системы было хотя бы 40 гигабайт свободного места. Итак, давайте теперь разбираться, как все-таки правильно очистить диск, не удалив ничего лишнего. Начнем мы с очистки кэша. Для нее вызываем специальное диалоговое окно, зажав комбинацию клавиш Win plus R. И тут пишем следующую команду. %temp% У нас открывается папка, в которой нам необходимо выделить все файлы, а затем удалить их. Если некоторые файлы не удалятся, то не волнуйтесь, это вполне нормально. Теперь закрываем эту папку и вновь вызвав комбинацию клавиш Win plus R диалоговое окно, вводим команду temp, но теперь уже без процентов. В открывшейся папке проделываем все те же действия. Здесь некоторые файлы также могут не удалиться. Снова открываем окно выполнения команд и тут пишем prefetch. Если перед открытием папки у вас запросят доступ, то выдаем его, а затем опять же таки выделяем все файлы и удаляем их. Теперь откройте поиск Windows и введите в нем слово хранилище. Выберите пункт параметры хранилища и уже в открывшемся окне временные файлы. При помощи галочек выберите все пункты, файлы которых хотите удалить. В принципе важных файлов вы тут не найдете и выбрав все пункты ничего не потеряете. После того, как нужные пункты выбраны, нажимайте удалить. Следующий шаг это удаление сохранений и дополнительных файлов уже удаленных игр. Для него зажимаем уже знакомую нам комбинацию клавиш Win плюс R и пишем тут процент, апдата, процент. Затем ищем тут папки с соответствующим названием. Ну и для выполнения последнего способа перейдите по следующему пути. Этот компьютер, диск C, Windows. Найдите тут папку Software Distribution. И уже тут папка Download. В ней лежат временные установочные файлы, которые также доступны для удаления. Ну а на этом данный видеоролик подходит к концу. Если он был для вас полезен, то обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok